На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином Здравствуйте, наши уважаемые телевизионные зрители. Это программа «Ночное такси» на YouTube. Я Александр Крумин и мой друг Михаил Дюков рассказывают вам о музыке шансона по-русски. И, естественно, я с большим удовольствием всегда приглашаю Мишу для его комментариев, потому что Миша большой специалист в музыке шансона по-русски. Ему принадлежит самый первый в России профессиональный справочник об этой музыке. Энциклопедия русского шансона называется, поэтому я всегда с большим нетерпением жду Мишиных комментариях к тем видео, которые мы предлагаем вам в программе «Ночное такси». Близкая ретро в программе Александра Крумина «Ночное такси». Миша, еще раз приветствую тебя здесь. Сегодня твоя финальная четвертая программа в этом месяце у нас. И я очень надеюсь на твой комментарий, конечно, интересный и, что называется, самодостаточный к тому музыкальному материалу, который мы предлагаем. В рубрике «Близкая ретро» сегодня я предлагаю Владимира Смолова. Ты хорошо знаком с этим музыкантом, и я с радостью увидел твое свежее с ним фото, которое сделал Женя Любимцев на портале «Классика русского шансона». А все это происходило на фестивале «Память Аркадия Северного» в юбилейном в апреле этого года у нас в Санкт-Петербурге. Два слова о Владимире Смолове от тебя. Вот близко ретро. Четвертый десяток лет Владимир Павлович бороздит наши просторы. На самом деле человек обаятельный, очень простой, очень скромный. А все-таки он один из немногих, вот той старой школы 80-х годов, которую начинал, который очень бережно и очень тонко работает со словом. Будь это его юмористические, сатирические стихи, будь это лирика, вот так же тонко работает Михаил Шелик. Мне очень нравится эта филигранная работа со словом. Сергей Трофимов опять же так работает. На самом деле, хотя Владимир Павлович иногда так ворчит, а ведь публика его по-прежнему любит. И за новые песни любит, конечно. Но когда он начинает исполнять «Осень жизни», «Кошечку», «Я иду в кабак», это на самом деле уже классика жанра. Ну, классика современной городской песни русской. Да, уже вне самого смовула. Тем более, что эти песни люди поют, и многие из них даже не знают, что автором этих песен является. Филолог по образованию, закончивший Ростовский государственный университет, Владимир Павлович Осмолов. Добрый вечер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Клюква в сахаре Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В ночном такси рубрика «Лицом к лицу» В рубрике «Лицом к лицу» показываю нашего с тобой давнишнего друга, человека, который огромное число лет дружит со студией ночной такси, если быть точным, с 1997 года. Самый первый из германских русских музыкантов, он принял участие в наших концертах, сначала в Германии, потом в России. Самый первый из них издал у нас свою музыку, самый первый записался у нас на видео. Конечно же, это замечательный Вася Пряников, мой друг, проживающий в славном городе Майнце, что близ Франкфурта, на майне, в Федеративном спорте Германии. Я в этом году уже приглашал его, мы с тобой представляли его на фестивале памяти Аркадия Северного в Большом концертном зале Октябрьский в Питере. В следующем году он обязательно к нам приедет, он будет на следующем году работать дважды. Во-первых, он приедет к нам в феврале и будет участвовать в Новом и Лучшем, а затем он приедет к нам на фестиваль Северного и будет обязательно участвовать по традиции там, потому что огромное число лет он принимает участие именно в этом ежегодном мероприятии в России. Я бы хотел услышать твои добрые слова. В его адрес твой комментарий перед тем, как мы послушаем фрагмент его интервью и, конечно же, посмотрим фрагмент, увидим. Кто-то знает уже Васю Пряникова более позднего, там с первого русского альбома, кто-то более ранее знает. Ведь на самом деле Вася начинал, как, скажем так, дискотечный певец, танцевальный. Русский технодэнс такой получился. Да, который адаптирован именно в Германии. Но с другой стороны, когда он в «Ночном такси» записал первый русский альбом, мы увидели совершенно другого музыканта. Именно музыканта. Потому что дискотека – это немножко все по-другому, немножко все попроще. Здесь серьезная работа со словом, с текстом, хорошая работа с аранжировками. Я всегда говорю, вот как растет Вася Пряников, так и растет его слушатель в возрасте. То есть он, при том, что оставаясь таким же живым, непосредственным, человек-праздник, но при этом он все равно понимает, что нужно материал разрабатывать и расширять свою аудиторию. Он за эти годы менялся по-разному. Опять же, когда он исполнил несколько песен, обратив жемчужных, но в своих дэнс-обработках, они ничего не потеряли. Просто он еще раз показал, что он очень разный артист, многогранный. Согласен, согласен. Ну, интересно посмотреть, что он говорит сам о себе, и поэтому Вася Пряников сейчас в рубрике «Лицом к лицу» в программе «Ночной такси». Душа болит, душа все ноет и все мается. Ведь жизнь моя, пожалуй, вовсе не красавица. А время жмет вперед, лететь всегда пытается. Я знаю, все пройдет, я знаю, все пройдет, Я знаю, все пройдет, но что-то достанется. Я знаю, все пройдет, я знаю, все пройдет, Я знаю, все пройдет, но что-то достанется. Я бы сказал, что это эксперимент для меня. Очень большой эксперимент. Это совершенно кардинально меняет имидж и направление Пряникова. Здесь уже нет дискотеки, здесь нет танцев. Хотя, в принципе, танцевать тоже можно под то, что мы сделали. Но здесь нет такой европейской клубной музыки. Такой стилистики, в которой я выпускал раньше свои альбомы. Это очередная ступень, новая ступень в развитии моего творчества. Экспериментальная. Это для меня эксперимент. То есть не то, что я делал в Германии эксперимент. Это может быть экспериментально звучит для традиционного шансона. Для меня это было нормально. А вот это для меня эксперимент. Скажи мне, получив эту пластинку, ты нашей работой, в принципе, как автор, остался доволен? Я очень доволен. То есть получилось все, как мы и предполагали, и задумывали. Тем более работалось приятно. Еще потому, что были ребята очень хорошие, задействованные. Витя Смирнов, с которым мы уже знакомы больше 10 лет. 12. 12, да. Я уже увидел в 97-м, на первом фестивале Шансон Германии. Приезжал в составе группы «Братья Жемчужина». И потом мы с ним виделись в мои приезды практически часто. Слава Тараспопов всегда выступал на звукорежиссерах во всех моих концертах, когда я приезжал в Санкт-Петербург. Андрюша Егоров очень талантливый гитарист, тоже с ним не первое выступление. Скажи мне, а по какому принципу в этом альбоме мы отбирали с тобой новые песни? Мне бы хотелось, чтобы это сказал не я, продюсер альбома, а ты все-таки его автор и исполнитель. А ты имеешь в виду новые песни, которые раньше не издавались? Да, потому что этот же альбом, что будет понятно и посмотрев сегодняшний видеофильм, он же состоит практически из двух частей. Одна из новых практических частей – это старые песни, твои хиты, но в новых русских аранжировках, принципиально приближенных к традиционному изучению шансон. А вот вторая часть, о чем я тебя и хочу спросить сейчас, это совершенно новые песни. По какому принципу ты их подбирал для этой работы? Ну, в принципе, я так и смотрел, чтобы они подходили именно по стилистике и даже по звучанию. Ведь те песни, которые… из немногих песен, которые я записал в Германии для этого альбома, а было записано там всего три песни. Да, остальные у нас. Они тоже были сделаны, но если брать «Вода солена», она вообще в классическом шансоне, в этом же звучании идет. А песни как подбирал, ну… Я имею в виду те композиции, которые мы полностью делали, аранжировку и запись. Я имею в виду «Аревуар», «Аревуар» в частности, «Аревуар» за тех, кто заработал. «Аревуар» очень-очень понравилось здесь публике. Ты знаешь, я не могу сказать, как я подбирал. Она мне просто понравилась, вот. И она подходила по концепции альбома. Если ее сделать в «Дэнсе», она, мне кажется, не получится. Хотя у меня есть мысль ее ремиксануть и сделать в традиционном моем пряниковском звучании, там, в Германии. Вот. Но вообще она больше, конечно, подходит для такого звучания, для таких аранжировок. Ну, более амплактового такого. Ну, я хочу сказать нашей публике еще то, что очень важно, что здесь есть песня, посвященная памяти Аркадия Северного. Потому что 2009 год, это год его 70-летия дня рождения. С прекрасным музыкантом, с которым ты делал первые свои альбомы, живущим в Берлине Максом Дергуновым, в его студии «Макси Бит», на мой взгляд, записан великолепный совершенно ремикс, великолепная кавер-версия на знаменитую «Тетю Хаю». Мне кажется, что она получилась очень-очень интересной. Мы специально ее поставили с тобой в этом альбоме в качестве бонуса, потому что мы все равно сделаем полностью альбом из репертуара Аркадия, но именно в таких современных, но очень правильно сделанных аранжировках. Вот мне бы как раз хотелось, чтобы ты и об этой вещи сказал. Ну, эта песня, это как бы анонс нашей следующей работы, которую мы будем делать. Перепеть наиболее хорошие, известные хиты Аркадия Северного. Я выбрал «Тетю Хаю» для этого. Ну, не знаю, она мне как-то с детства знакомая. Нравится эта песня. И мы ее сделали в таком виде, в котором она получилась. Да, это анонс следующей нашей работы. Следующая работа очередная будет. Ну, давай откроем секрет публики. Мы хотим сделать две работы. Одной работой мы хотим сделать альбом в таких современных ритмах из Золотого фонда Аркадия Северного. Да. А другой альбом из твоих песен, новых и старых, по принципу первого русского, хотим начинать писать осень этого года в нашей студии, для того, чтобы у тебя получилась следующая русская программа, которая, я убежден, даст тебе еще больше аудитории, традиционно воспринимающих музыку, слушателей радиостанции и шансон, и вообще слушателей в России. Я, в принципе, как продюсер, для тебя задумал два альбома. Да, после того, как мы записали и выпустили «Первый русский», и очень успешно это все... Он очень успешно распространяется, хотя он ушел к этим совсем недавно, Да, и хорошо воспринимается. Мы, да, решили не останавливаться на этом и делать «Второй русский». Не знаю, как он будет называться, но рабочее название – «Второй русский альбом». Друзей моих с годами круг давно сужается, И мной, как должно, и все это принимается, Пусть и былая дружба часто вспоминается. Я знаю, все пройдет, я знаю, все пройдет, Я знаю, все пройдет, но что-то да останется. Я знаю, все пройдет, я знаю, все пройдет, Я знаю, все пройдет, но что-то да останется. Альбомный блок в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В альбомном блоке сегодня показываю очень пограничную музыку. Парень, который сейчас появится на нашей сцене, приехал к нам из Белоруссии, из Минска. Его команда называется «Группировка», именно не группа, а группировка «Беловежская пуща». Он сам себе человек-оркестр, зовут его Федор Михайлов. Он, вне всякого сомнения, талантлив, и, что для меня показалось интересным, очень многогранен. Сначала он появился у нас таким протестным псевдопанк-роком. И, откровенно говоря, мне сразу понравилось то, что он делает, потому что, в общем, в здоровой иронии, конечно, я не могу отказать тем людям, кто смотрит на президента Белоруссии Лукашенко. Я считаю, что они имеют полное право на здоровую иронию относительно этого политического лидера, который в очередной раз, я уже не знаю, какой переизбрался. Я считаю, что политическая ирония он вполне достоин. И, откровенно говоря, мне очень понравилось то, что сделал Федя, показав нам свою музыку в первом фильме «Рок-волна». Затем он пришел к нам и в еще одном фильме «Рок-волна». Он тоже принял участие. Дальше больше. Он прислал мне альбом шансона, где он работает в качестве вокалиста и композитора. Ну, естественно, он человек оркестр, у него домашняя студия. Я так понимаю, очень неплохая, кстати, для Минска, хотя он не считает ее мощной, но он умеет делать аранжировку сам и сам записывать голос, сводить. То есть это все, на самом деле, очень неплохо выглядит в итоге. И он записал целый шансонный альбом, пока небольшой, пока такой, как бы так сказать, макси-сингл или эпи, в котором, по-моему, 5 или 6 треков, которые даже небольшим тиражом были напечатаны в Беларуси. Он поет песни на стихи своего друга, белорусского художника, который действительно отбывал в местах не столь отдаленных. И для его стихов он сделал свою музыку и свою аранжировку. Я совершенно был от этого в восторге, потому что я совершенно не ожидал, что так у нас получится. Я не думал, что музыкант, который изначально позиционирует себя как музыкант панк-рока и действительно в этой музыке разбирается и может ее сыграть, вдруг будет делать шансон в традиции. Такой вот, как традиция, похожая в чем-то, может быть, на Ивана Кучина или на Михаила Круга даже. Я понимаю, что тебе пока сказать об этом нечего, поэтому я больше тебе рассказываю об этом. И в обязательном порядке, конечно, предоставлю тебе этот диск, потому что он мне оставил несколько экземпляров. Я думаю, что тебе просто будет интересно, чтобы такая пластинка была в твоих руках. Конечно, она не издавалась широко, это малое число копий, которые были сделаны только для того, чтобы раздать их друзьям в Минске. Но зато это новые записи. Я уверен, что наша работа с Федором и его командой продолжится. Я знаю, что он хочет приезжать к нам и дальше. Мне думается, что у этого молодого парня большое будущее. Итак, Федор Михайлов, группировка «Беловежская пуща». Смотрим. Федор Михайлов Резко нищета, так высияла кокарда, Порвалась струна в руках уличного барда. В бриллиантах дамы, в лимузинах господа, Тают и цветут в бетоне зуя города. Почка сигареты, пиво-банка, У меня на голове шапка-ушанка. Почка сигареты, пиво-банка, У меня на голове шапка-ушанка. У попава была собака, он ее любил, А на шапку-ушанку съела, он ее убил. Расцвела звездой малина, колосятся терни. Пляски и блины в разгаре для столичной черни. Почка сигареты, пиво-банка, У меня на голове шапка-ушанка. 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 Шапка-ушанка, шапка-ушанка. Шапка-ушанка. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Это была программа «Ночной такси» на YouTube. Я Александр Фрумин и Михаил Дюков со мной вместе. Отработали для вас этот месяц, что называется, на два микрофона. Я очень благодарен Миша за его приезд в нашу студию в Санкт-Петербурге. Я очень рад, что нам удалось вновь записать эти четыре недельных программы. Я думаю, что вам всегда должно быть интересно его мнение. Он честный, искренний журналист, человек, который давно занимается этой музыкой. Человек, которому я очень доверяю. И я считаю, что когда есть возможность отработать в нашей студии вот так вдвоем, мы эту возможность всегда будем реализовать и в дальнейшем. Ну а что касается «Ночного такси», то программу, конечно же, можно не только смотреть на YouTube, но и слушать на радио. Мы работаем в онлайн на нашей радиостанции «Шансон-24» каждую неделю в субботу с 22 до 24 часов по московскому времени. Программа записывается по трансляции и дважды ретранслируется в Германии радиостанции «Русский Берлин». На «Русском Берлине» мы в понедельник каждой неделе с 22 до 24 часов, и каждый четверг с 21 до 23 часов. Там, естественно, время звучания центральноевропейское. Программа выходит в эфир на частоте 97,2. В ГГЦ «ФМ», там, где радио «Русский Берлин» обещает на протяжении вот уже полных 12 лет. Также, если вы хотите слушать повторы этой программы в интернете, вы тоже имеете такую возможность, поскольку синхронность трансляции на FM-передатчик в Берлине, то, что подается туда из студии «Радио «Русский Берлин», синхронно транслируется сайтом этой радиостанции, которая носит ее имя. Так что, в общем-то, если вы хотите слушать в повторе нашу радиоверсию, такая возможность у вас есть. Я, Александр Фрумин, еще раз благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами, как и всегда, до следующей недели. На волне ностальгических нот, на волне позабытых мелодий, вместе с вами ночное такси городских серенад и рапсодий.